Вкусный, быстрый, горячий. Бизнес-ланч с доставкой из ресторана Прайм. Прием заказов с понедельника по пятницу с 11 до 15 по телефону 59911. Меню доступно на сайте primesarov.ru В эфире служба новостей Саров-24. В студии Екатерина Опенова. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Новых заразившихся нет, но есть выздоровевшие. Как развивается ситуация с коронавирусом в Сарове? Под лозунгом «Нет камерам» представители саровской индустрии красоты протестуют против установки видеокамер в салонах. Торжественная клятва и красный галстук 19 мая отмечается день рождения пионерской организации Советского Союза. Далее расскажем обо всем подробно. Коронавирус выдыхается. Темпы распространения болезни снизились в большинстве стран мира. Общее количество заразившихся приближается к 5 миллионам человек. Число выздоровевших от коронавируса также растет и перевалило 1 миллион 900 тысяч человек. Не справились с болезнью и скончались более 320 тысяч пациентов. В России официально подтверждено почти 300 тысяч случаев инфицирования. Умерли от COVID-19 2837 человек. Пока в целом по стране ситуация с эпидемией стабилизируется. 260 человек заболели COVID-19 в Нижегородской области за последние сутки. Это на 19 человек меньше, чем вчера. Количество вылечившихся и выписанных пациентов в общей сложности составляет 1539 человек. Что касается смертности от COVID-19, в регионе зафиксировано два новых случая. Общее количество погибших по области на сегодня составляет 45 человек. Между тем, коэффициент распространения коронавирусной инфекции за последние 7 дней стал ниже единицы. Два других критерия, необходимых для минимальных послаблений, высокий охват тестирования на COVID-19 и доли свободных больничных коек не менее 50% регион тоже выполняет. Поэтому Нижегородская область переходит к первому этапу снятия ограничений. Губернатор Глеб Никитин внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. Это означает, что некоторым компаниям разрешили работать. Это в первую очередь магазины непродовольственных товаров, но с отдельным входом. И без примерки одежды и обуви. Это возможность заниматься спортом. Это детские сады по решению муниципалитетов. Это более длительные и более продолжительные по дистанции прогулки. Салоны красоты и парикмахерские откроют на втором этапе. Но в пилотном режиме по согласованию с Роспотребнадзором всем этим заведениям можно работать и на первом этапе с применением видеоаналитики. Тем, кто станет участником такого эксперимента до 25 мая, регион выделит субсидии в пределах 8 тысяч рублей на камеру. Обязательно установка системы видеонаблюдения в организациях индустрии красоты вызвала неоднозначную реакцию со стороны владельцев бизнеса и их клиентов. Наш опрос в социальных сетях показал, что 64% соровчан категорически против нововведений, 15% наоборот относятся положительно к установке видеокамер, 13% оказались равнодушны к тому, будет вестись запись или нет, 8% наводят красоту дома. Против системы видеоаналитики в первую очередь выступают представители индустрии красоты. С наклейками на машины, плакатами и флагами они собрались на автопробег, нет камерам. В таком формате участники выразили несогласие с требованиями установки видеоаналитики для возобновления работы непродовольственных магазинов, салонов и студий красоты. Протестующие проехались по городу, привлекая внимание соровчан звуковыми сигналами и атрибутикой. Мы против камер! Автопробегом мы хотели донести до нашего губернатора, что мы не можем поставить камеры видеонаблюдения в бьюти индустрии красоты, потому что это очень сильно бьет по нашему кошельку. Также мы не хотим, чтобы за нашими клиентами следили нарушение их личного пространства. И если будет видеонаблюдение, то мы будем вынуждены поднять цену на некоторые процедуры. Но мы не можем этого сделать, потому что к нам люди тогда не пойдут, мы потеряем работу. Для нас, как и для торговли, это затратно очень. Это не только камеры, это там еще другие требования к нам выдвигают. Откуда брать деньги? Два месяца мы без работы, платим аренду. Свою точку зрения представители бьюти индустрии озвучили на встрече с главой администрации. Со своей стороны муниципалитет объяснил им, как именно должны быть установлены камеры, на какую субсидию из областного бюджета могут претендовать салоны, и есть ли другой выход из сложившейся ситуации. На первом этапе снятия ограничительных мер без видеонаблюдения открыться салоны красоты не могут. Это жесткое требование Федерального Роспотребнадзора. В Нижегородской области больных COVID-19 достаточно много по количеству зараженных, регион среди лидеров. В Сарове ситуация стабилизировалась, за сутки новых зараженных не выявлено, но вблизи города на карантине находится несколько населенных пунктов. В Сарове мы выглядим очень хорошо, но то, что за границами Сарова, и то, что у нас сегодня часть людей работает в карантинной зоне, мы реально имеем угрозу завода. При этом каких-то сверх затрат от предпринимателей установка видеоаналитики не потребует. По новому механизму субсидирования компании могут получить полную компенсацию расходов. Если салон подал заявление о согласии работать в пилотном режиме до 27 мая, компенсация составит 100% от суммы понесенных затрат, но не более 8 тысяч рублей за одну камеру. По предварительным подсчетам этого должно хватить. Нужно три камеры на одно учреждение, но это предварительно, то, что мне известно. То есть это зона ресепшена, это вход и это зона обслуживания. Значит, по поводу технических требований, достаточно камер, но там не самых дешевых, но и не самых дорогих, практически самых. Получив компенсацию по окончанию эпидемии и снятию карантинных мер, камеры предприниматели смогут доставить себе. Их достаточно просто настроить, чтобы они отображали вам данные с ваших салонов на ваш мобильный телефон, и вы практически бесплатно в итоге вот этого пилота получите систему видеонаблюдения к себе. Со своей стороны предприниматели задаются вопросом, как камеры могут защитить от заражения коронавирусом. Гораздо важнее с точки зрения владельцев салонов направить деньги на средства индивидуальной защиты и другие меры. Мы готовы проходить каждые две недели контроль на COVID-19, пускать всех своих сотрудников на это тестирование. Вот это правильно. Чтобы было тестирование COVID-19, а не установка камер. Также невозможно соблюдение социальной дистанции между парикмахером или мастером маникюра и клиентом. Физически нельзя постричь человека на расстоянии полутора метров. А камеры в том числе будут контролировать и эту дистанцию. К тому же, по словам представителей бьюти-индустрии, против камер выступают и их клиенты. И по-прежнему вызывает вопрос, как обеспечить видеонаблюдение во время процедуры пиляции. Пока четкого ответа нет. На втором этапе салоны красоты смогут открыться свободно. Поэтому для тех, кто не согласен на установку камер, есть вариант подождать две или три недели. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24. Меньше двух недель осталось для приема заявок от бизнеса на получение федеральной субсидии за апрель. Заявление необходимо направить в налоговый орган до 1 июня. Выплаты предусмотрены на каждого сотрудника организации или индивидуального предпринимателя в размере 12 130 рублей в месяц. При этом организации без работников также имеют право на получение субсидии. Выплаты налогами не облагаются. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Работающие российские пенсионеры смогут продлить свои электронные больничные до 29 мая. Об этом сообщается на сайте правительства России. Больничные сроком действия с 12 по 29 мая будут выдаваться пенсионерам, которые соблюдают режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске. Расчет пособия по временной нетрудоспособности из-за карантина будет проходить по общим правилам. Федеральная налоговая служба представила сервис, с помощью которого предприниматели могут получить персонифицированную информацию о мерах поддержки в условиях пандемии коронавируса. Для этого достаточно ввести ИНН. Сервис отразит все действующие и доступные для налогоплательщика меры поддержки. Он автоматически проверит возможность получения отсрочки по уплате налогов и взносов, субсидий для малого и среднего бизнеса, а также действия моратория на банкротство. Если никаких специальных мер для указанной компании не предусмотрено, сервис покажет остальные меры, которые действуют для бизнеса. Программисты из Сарова могут принять участие в новом сезоне проекта онлайн-хакатон «Цифровый форсаж атомных городов». Заявки от желающих уже сейчас принимают на сайте atomhack.rosatom.city. К участию приглашаются команды из пяти человек, а также индивидуальные соискатели, которым подберут партнеров. Им предстоит сгенерировать прототипы цифровых сервисов по трем направлениям. Это предпринимательство, муниципальное управление и городские сообщества и взаимодействие с жителями. Команды, которые лучше всего справятся с заданием, получат гранты в размере от 50 до 150 тысяч рублей. Когда-то это был праздник всей детворы Советского Союза. Мальчишки и девчонки тщательно к нему готовились и брали на себя повышенные обязательства. 98 лет назад в СССР зародилось пионерское движение. После распада государства на смену пришли новые детские организации, большинство из которых продолжили идеи пионеров. Несколько лет назад детские организации объединились под знаменем Российского движения школьников. Юные ленинцы, к борьбе за дело коммунистической партии, «Будьте готовы!» «Всегда готовы!» Неизменными атрибутами пионерии были красный галстук треугольный. Еще одним главным символом пионерии был значок «Всегда готов». А самые активные ребята удостаивались играть на горне и барабане. А 19 мая в День пионерии все вот эти ребята, которые уже стали пионерами, которые вступили в ряды своей пионерской организации, они уступают уже в союз «Сиящие звезды». Самоизоляция со вкусом и аппетитом. Пекарня «Сдобушка» предлагает сыровчанам свежую выпечку и оригинальные десерты на любой вкус. Капкейки, маффины, пицца, а также хлеб по уникальной рецептории. Без использования дрожжей можно заказать с доставкой на дом. Подробнее об условиях доставки, а также акции «Вкусняшка дня» смотрите в следующем репортаже. Маски, перчатки, антисептики. Протираются витрины с специальным раствором. Масочки для покупателей, которые вдруг кто-то забыл дома, пришел без маски. Нас, пожалуйста, одна разовая масочка. Звоните или ВКонтакте можно сообщение написать. Доставляем бесплатно от 300 или от 500 рублей. Зависит от того, когда заказали. Если сегодня заказали день в день, от 500 бесплатная доставочка. Если завтра, на завтра заказ, то от 300. Мы можем сделать из всего, что представлено у нас на витрине. То есть из любого капкейка мы сможем сделать торт. Это очень хорошо. Можно заранее попробовать фокусовое сочетание, понравится или не понравится. Ты знаешь заранее, какой у тебя будет торт. И наполеоны делали, и медвяки формировали в торт. Фисташковые, фисташки с малиной, клубничные, малиновый торт. В общем-то, все уже понемножку попробовали, да, делали. Ну, основной у нас, конечно, снежный трюфель. И это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Продолжение следует...